В начале заседания Андрей Воробьев отметил важность своевременной реализации комплекса мероприятий, направленных на модернизацию областной системы здравоохранения и обеспечении жителей качественной и доступной медицинской помощью. В рамках президентской программы мы построили комплекс бригадальных центров, и сегодня эти большие и важные медицинские учреждения соответствуют самым современным мировым стандартам. И, конечно, наша задача, чтобы с их появлением в Зявушском ситуация кардинально появлялась. К нам приезжали рожать, такие возможности сейчас есть. Тем более, что в эти комплексы привлечены лучшие специалисты нашей страны. В настоящее время в Подмосковье действуют три перинатальных центра – в Наро-Фоминске, Коломне и Щелково. Еще два учреждения откроются в Раменском и Сергиевом посаде. Переходя к обсуждению следующей темы, губернатор подчеркнул необходимость приведения в порядок территории вдоль федеральных и региональных трасс. В 2018 году, совсем скоро, практически через месяц, чем через полгода, через полгода, пройдет глобальная мероприятие от мира по футболу. Большинство команд, сборных команд, туристов будут жить в Подмосковье. В этой связи я обращаю внимание на муниципалитеты, которые расположены вдоль Новоризанского шоссе, Горьковского, Щелковского, Волоколанского, Насовичинского шоссе. Обращаю внимание глав и госартехнадзора на то, что там необходимо навести порядок. В ходе заседания Андрей Воробьев озвучил итоги уборочной кампании 2017 года. Мы собрали рекордные урожаи зерновых за 20 лет – 417 тысяч тонн. Заметная прибавка по картофелям, влажная культура – 360 тысяч тонн. По овощам открытого грунта – 490 тысяч тонн. Вышли на первое место в ЦФО. То есть по овощам открытого грунта Московская область по итогам 2017 года занимает первое место. Что касается федеральной программы по строительству теплиц, так называемой защищенной грунтой, то к 2016 году, к прошлому году, мы прибавили 65%. Подведены итоги эффективности работы органов местного самоуправления по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области за 9 месяцев текущего года. В рейтинге 50 – 34 муниципалитета повысили качество своей работы. За 9 месяцев 2017 года были улучшены значения 40 показателей по следующим направлениям. Предпринимательская деятельность, государственные муниципальные услуги, эффективное управление, качество жизни, сельское хозяйство. Например, по второму государственному муниципальному услугу из 14 показателей 11 показателей улучшились значения среднеобластные. Но, например, такие, как количество предоставляемых услуг государственных муниципальных увеличилось почти на 60%. Но при этом значительно сократились нарушения срока предоставления этих услуг практически в 2 раза. По качеству жизни, например, тоже такой показатель очень характерный – обеспечение жильем врачей. Здравоохранение – приоритетное направление. И если в прошлом году за 9 месяцев жильем были обеспечены 846 человек или 55% от нуждающихся, то за 9 месяцев этого года уже 1022 человека, почти 87% от нуждающихся. В рейтинге 50. Раменский район оказался в красной зоне. Андрей Кулаков призвал всех руководителей проанализировать свою работу и принять меры по улучшению результатов. Андрей Пластунов, Марина Миткевич для программы «Городские вести».